Проклову и Титову просят заткнуться после скандала с Цымбалюк-Романовской. Знаменитые актрисы выглядят смешно и глупо, не понимают, что деньги закончатся, а позор останется. Развод пожилого актера Армена Джигарханяна с молодой украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской превратился в главный российский сериал сезона 2017-18. За 4 месяца на центральных телеканалах вышло более 40 передач, а также десятки сюжетов, посвященных этой теме. Самое ужасное – из программы в программу кочуют знаменитости, которые высказываются об этом скандале, позволяют себе что-то советовать и комментировать. Возникает логичный вопрос – когда эти звезды занимаются своей основной работой? Надо играть в театре и сниматься в кино, а запись каждой программы, где трясут чужим грязным бельем, отнимает не менее 6 часов. На странице Виталины в соцсети Instagram появилось обращение одного их друзей пианистки. Уважаемые актрисы, любимые публикой, не ходите, пожалуйста, на ток-шоу Цымбалюк-Романовской. Мы привыкли видеть вас на сцене или на экране. Ваша красота затмевает то, что вы говорите по сценарию. У вас миллионы поклонников и поклонниц. Это относится к Прокловой, Сотниковой, Титовой и многим другим. Если вы хотите сохранить любовь зрителей, пожалуйста, заткнитесь и не показывайте, какие вы недалекие. Обыкновенные бабы в жизни. И многие из вас, оказывается, полные дуры, справедливо заметил автор. Многие по таким передачам ходят из финансовых соображений. Платят от 5 до 50 тысяч рублей за эфир. В зависимости от статуса артиста и темы. По слухам, вездесущая Ирина Мершниченко может похвалить или поругать кого-то всего за 15 тысяч рублей. Она готова говорить о Джигарханяне в программе «Пусть говорят» на Первом канале, а через сутки в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» общаться с Цимбалюк Романовской. Мершниченко объясняет свое постоянное мелькание в телевизоре возвышенными причинами. На экране нужно появляться, чтобы встречаться со своими зрителями. Причем в разных ипостасях и вариациях. Профессия актрисы предполагает, что ты не все время играешь кого-то, а иногда еще можешь позволить себе роскошь быть собой. Иногда надо иметь возможность донести до людей свою позицию, а не только читать монологи других авторов. Я хожу на передачи, где есть какая-то человеческая судьба, где что-то можно рассудить, проанализировать. Там я могу оценить ситуацию, кого-то поддержать, а кому-то дать совет. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!